Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Меры противодействия опасному сорняку». Разговор без купюр. Сергей Сергеев провел встречу с активом Анапы. Говорили о главном в жизни города, о повседневных проблемах и их решении. Председатели домовых и квартальных комитетов, предприниматели, представители казачества, санаторно-курортного комплекса и других отраслей собрались, чтобы пообщаться с властью лицом к лицу. Правдивые разговоры действенны, так охарактеризовал мэр свою встречу с анапчанами. Да, она прошла в разгар сезона, но это особенно важно, ведь жизнь курортного города усложняется по всем направлениям. Сверх, будем называть лимитное прибытие к нам гостей, оно вызывает и сверхлимитное прибытие негатива. О чем я речь веду? Это и незаконная торговля во всех ее проявлениях, это и открытие игрных клубов, это и нелегальные таксисты, это и торговля спиртным. Конечно, мы прикладываем сверхусилия. У нас работает больше трех десятков групп специализированных. Мы сталкиваемся сегодня ежедневно, и на это я тоже отвечу в ваших вопросах, с несовершенством законодательства, где, на мой взгляд, умышленно внесен вот этот бардак, другого слова я не подберу, чтобы легко было ловить в мутной воде рыбу. Никаких отчетов с трибун, вопросы из зала и ответы по существу. Нехватка ресурсов, электричество, воды – тоже проблема, которая обостряется в высокий сезон. Алла Гребенщикова спросила главу, когда в сети будет 220. Селяне, те, кто живут в сельских населенных пунктах, вспомните три года назад, какое было электроснабжение. На сегодняшний день, по моим подсчетам, Кубань-Энерго, а там долгосрочная аренда, влупила порядка 2,5 миллиардов рублей в наше энергоснабжение сельских населенных пунктов. И сегодня сельские населенные пункты на порядок улучшено энергоснабжение. Поэтому, Алла Алексеевна, ну, наберитесь терпения. Мы сдадим в долгосрочную аренду минимум 7-30 лет, и я уверен, что у тех, кто получит право аренды, появится право вкладывать средства в развитие наших сетей. Еще один долгосрочный вопрос – газификация. У меня такой вопрос о газификации. Паловка, Варваровка, Сухон, Утриш. В 2017 году планируется… За счет Газпрома? Да, за счет Газпрома. Реконструкция ГРП, и тогда появятся новые мощности. Глава курорта делает существенное замечание. К этому времени уже должна быть готова проектная документация, чтобы не потерять время и возможности для финансирования. Сергеев тут же привел пример. Участок в Алексеевке, проданный много лет назад частнику. Вопрос о судьбе этой земли прозвучал от жительницы микрорайона. Микрорайон Алексеевский. У нас есть семейный участок муниципальный, расположен на улице Спортильной, Станичной, Лазовой. Там весь этот участок зарос травой, деревья, кустарники, где закладываются спайсы, ночлежки устраивают люди. Когда ведется порядок на этом муниципальном участке, и когда все-таки школа у нас появится на этом участке. Правильно будет начало вашего вопроса должно звучать так. на участке, обозначенной мною улицей, который вновь стал муниципальным. Вновь стал муниципальным, после того, как его утащили у муниципалитета, где должна быть школа и детский сад. О сельских дорогах замолвили слово. Каждому из нас хочется, чтобы наш дом стоял на ровной заасфальтированной улице. Сделать все и сразу невозможно, откровенно говорит мэр. Но процесс идет. В сельских населенных пунктах, вот селяне здесь, кто есть, скажут, первые дороги 10 лет назад делались, и вот два года назад мы начали делать опять дороги. Промежуток в 10 лет дорог вообще не делалось. Новых. Координатор деятельности органов ТОСМИК района Западный Людмила Шмакова о наболевшем незаконной торговле и прокатчиках. На театральной площади таких точек несколько, а управы нет. Протоколы пишут ежедневно, но разве один в поле воин? Не может эта точка работать без 220 вольт, хотя потребление там копеечное. Мы же даем ему электричество. Магазин рядом наших земляков, понимаете? У нас нет, а кто-нибудь бы спросил, вот когда я даю ему электричество, я должен спросить, сказать, послушайте, вот вы расставляете точки, а вы налоги платите в Анапе? Вы бюджет заплатили за то, что вы вот эти квадратные метры используете нашей анапской земли? Нет, тогда иди отсюда, не дадим тебе электричества. Хоть один дизель вы видели возле этой точки? Нет. Все проводочки подходят, то оттуда, то оттуда. Но мне уже, у меня в машине, вот не верите, где он есть? Принеси с машины мое приспособление, одно и второе. Не выложили, нет? Одно принеси. Сейчас я вам покажу, что я вожу с собой в багажнике. И минуту спустя мэр курорта удивляет. А меньше нету для координаторов таких? Валентина Стамбальян спросила, будет ли заасфальтирована улица Мира в рассвете и небольшой участок улицы Новоселов. Сергей Павлович пообещал побывать в хуторе, а заместитель главы Анжелика Бузунова дала ответ. Улица Мира в этом году будет асфальтирована в селе Рассвете. Будет, да? Мира будет, а вот эти 200 метров, что там есть? Новоселов не запланировано в этом году. Давайте выйдем, посмотрим. И еще один острый вопрос, когда в третьем микрорайоне построят школу. Пока таких средств в бюджете нет. Но городские власти используют все возможности для того, чтобы решать социальные задачи. Одна из них – государственно-частное партнерство. Ответственность должен нести бизнес. Но некоторым приходится об этом напоминать. В районе Красной площади хотят строить жилье, а про соцобъекты как будто забыли. Куда дети пойдут в школу? Знаете, что написано в экспедиции? В седьмую школу. Я говорю, в третью смену. В час ночи они пойдут. Смотрят на меня. Я говорю, детский сад куда пойдут? Там же микрорайон целый строится. Вы же видели, да, напротив Красной площади? Видели. Но сегодня я на скандале, я опять не прошу ни защиты, не плачу, ничего. Но я на скандале там выпросил, вот буквально на сегодняшний день, почти 800 квадратных метров на первом этаже площадей. Но ни школа, ни детский сад там не сядут. Там будет поликлиника. Понимаете, что застройщика сегодня надо душить. И вот то, что будет на Ленина строиться в том районе, о котором вы говорите, туда, дальше, в поле, на высоком берегу, там еще есть место для детского сада. Буквально тоже на днях вот рассматривался вопрос проекта планировки. Я уверен, что уже застройщики просто так строить не будут. Будут строить с обременением. Встреча получилась именно такой, как планировал глава курорта. Свободное общение и по существу. Следующая состоится примерно через месяц. И на ней прозвучат ответы на сегодняшние вопросы. Эту стройку можно смело назвать стройкой века. Уникальный проект подземного перехода впервые реализован в Анапе. Вот только открытие его заждались и жители станицы Анапской, и гости города. У строителей есть на это объективные причины. Долгожданный дорожный знак уже призывно возвышается над зеброй пешеходного перехода в станице Анапской. И в подземке уже даже можно прогуляться, хотя общему потоку пешеходов только с понедельника. К сожалению, жителям и гостям города придется потерпеть буквально 3-4 дня. Сегодня заканчивается монтаж перильных ограждений внутри, для того, чтобы удобно было людям ходить. И заканчивается монтаж подъемников для того, чтобы поднимать людей с ограниченными физическими возможностями. Без этого мы просто не хотим сдавать и не имеем права сдавать переход пешеходный. Работы осталось немного, но это для самой важной категории населения. Для тех, чьи возможности в передвижении ограничены, устанавливаются электрические лифты для спуска и подъема в подземку. А сроки пуска в эксплуатацию этого уникального объекта изначально сдвинули сложные грунтовые работы. Расчетное время строительства этого объекта было 2,5 месяца. Мы бы в него уложились без каких-либо проблем. Но геология не учла. Мы здесь наткнулись на плывун, который невозможно было обойти, потому что очень увлажненный грунт. И были вынуждены ограждать весь котлован шпунтом Ларсона, для того, чтобы можно было работать в котловане. Вот это нас практически на полтора месяца растянуло сроки. За входные строители обещают завершить монтаж оборудования для инвалидов, привести в идеальное состояние пол. И милости просим пешеходов в прохладу безопасного и современного пешеходного перехода. Как не превратить Анапу в один стихийный рынок? Общественники душой болеют за родной город и призывают все службы и контролирующие органы объединиться в борьбе с язвами высокого сезона. Незаконным предпринимательством, торговлей суррогатом, антисанитарией, которую разводят уличные торговцы. Астраханская Терская. Со стихийным рынком в этом районе общественники буквально воюют. Летом уличные торговцы наглеют. На прилавках ширпотреб. На лицах вороватые выражения, как только слышат вопрос о документах. А хозяина как зовут? Хозяина будет. Ну а где ваш хозяин? Сейчас я попомню. Прокат машинок рядом с кафе у Платана. Из той же категории. Хватаются за телефон, ждут хозяина. Вызываем полицию, чтобы взять документ у коммерсанта Карапетяна и составить очередной протокол. Изъять машинки – вот что действительно может обезоружить этих людей. Штрафов они не боятся. Но полиция ограничивается выяснением личности. Остальное, говорят, нас не касается. Вторая точка на театральной площади. Договор на руках. Малая гарантия, что платят налоги. Но адрес – крепостная 87 у входа в санаторий «Мотылёк». Вот это санаторий «Мотылёк». И вот там у них вход. Они здесь. И вы должны стоять вон там, но не здесь, на театральной площади. Не знаю, где сказали просто. Ну я вам говорю, объясняю, если вы по адресам не можете рассудить. Я вам объясняю. Вот санаторий «Мотылёк». Вот там вот вы должны стоять, но не здесь. Так что, пожалуйста, свои машинки переведите туда. И вот там стойте, а не здесь. Где вы под ноги с жителем всем ездите. Нет полиции и на цыган, которые вдруг облюбовали набережную. Неужели надо ждать заявлений от обворованных граждан, чтобы принять меры к этим любителям лёгких денег. А в этом павильоне у малой бухты с чебуреками и пивом на палящем солнце приторговывают палёной чачей. 90 рублей за 100 граммов, бойко отвечает нам эта миловидная девушка. Но завидев камеру, начинает стесняться, видимо, зная, что директор по имени Армен нарушает закон. Мы обязательно передадим этот материал в полицию. Как торгуют алкоголем? Без лицензии, без ничего. Просто люди хотят пить чачу, нам отвечают. Люди хотят пить чачу, так что, надо залиться этой чачей? Ни документов, ничего. Выходит просто в трусах человек и говорит, да, я хозяин, я Армен. И он что, он хозяин жизни нашей? Помогайте нам, давайте будем работать вместе. Уже на обратном пути заходим на Астраханскую-Терскую. Тротуар освобожден, сотрудники полиции навели страх на местных торгашей. Вот так бы и с левым алкоголем, и с незаконными услугами, которые в таком количестве и виде не нужны курортному городу. В ходе рейдов ежедневного являются недочеты в сфере торговли в курортный сезон. Некачественная продукция, неадекватные цены, незаконное предпринимательство. Все это сегодня в районе Высокого берега выявилось во время работы рейдовой комиссии. Сергей Козлов и Людмила Терещенко. Сотрудники муниципального контроля, полиции, представители управления торговли и санаторно-курортных услуг. Уже при входе на набережную участники рейда выявляют грубейшие нарушения. На точке продажи мороженого у продавца проблемы не только с документами на торговлю, но и с личными документами. Сотрудникам полиции предстоит выяснить личность продавца. А рядом точка по продаже украшений, которая также действует в нарушении всех норм торговли. Поступают многочисленные жалобы от отдыхающих, от жителей города-курорта, поскольку наши предприниматели стоят несанкционированно, занимают газоны, прилегающие к территории каких-то наших уже работающих предприятий. И поэтому мы решили сделать вот такой рейд, мониторим тех предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в неразрешенных местах. С продавцами квасом, сувенирной продукцией, горячей кукурузой и другими сомнительными объектами торговли разговор короткий – административный протокол и требование покинуть место незаконного предпринимательства. Впрочем, даже присутствие людей в форме не смущает нарушителей. Они продолжают до последнего торговать. Прекращайте торговлю. Ну дай тут. Не дайте ли? Нет, 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 нет. Все. Все. Прекращайте торговлю. Еще одной важной проблемой оказалась работа на торговых точках несовершеннолетней молодежи. Каждый школьник мечтает заработать летом немного денег, чем напрямую пользуются работодатели, при этом нарушая условия трудового договора. Для таких предпринимателей предусмотрены дополнительные штрафные санкции. Мы можем обратиться в инспекцию по трудовым отношениям. На них будет также возложен огромный штраф. И тем более, если у них работают несовершеннолетние, это уже будут тоже приниматься определенные меры наказания. Всем нарушителям придется пройти на административную комиссию и на первый раз заплатить штраф в 2000 рублей. Кроме этого, предпринимателям придется демонтировать свои незаконные торговые объекты. Но это не пугает торговцев. Уже в следующую ночь может возникнуть другая палатка или даже торговый павильон. Проверки проводим ежедневно. Предположим, сегодня вот эти объекты, которые мы с вами видели, настил деревянный, которые у нас реализуют напитки, соки, этот объект появился сегодня. Понимаете, мы каждый день проводим работу, но они, к сожалению, наверное, оперативнее, чем мы, некоторые предприниматели, незаконные. Вот сегодня выявлено факт, вот это незаконно возведенные конструкции деревянные, незаконно возведенные в барной стойке производятся напитков. Мы это все выявили, обязательно вынесем на комиссию, наложим штраф административный, будем демонтировать. Работа рейдовых комиссий продолжится. Наблюдения за торговлей проходят практически круглосуточно. В этом задействованы сотрудники силовых органов, казаки, представители администрации и общественные наблюдатели. Сезон цветения амброзии еще не начался, но в Анапском районе принимаются превентивные меры, чтобы не допустить распространения опасного сорняка, пыльцу которого медики считают одним из самых агрессивных аллергенов. В рамках борьбы с амброзией на курорте создана межведомственная комиссия, которая проводит мониторинг земель. На муниципальной территории в черте города сорняки ликвидируют специалисты зеленстроя, но собственники земельных участков должны сами искоренять вредоносное растение. Об этом подробнее рассказала старший инспектор по карантину растений Россельхознадзора Валентина Алаева. Принят Государственной Думой и достаточно давно, в 2000 году, 99-й закон о карантине растений, в котором прописано, что борьба с карантинными объектами производится за счет средств и сил земли собственников и земли пользователей. Протоколы, штраф, административные меры, применяемые к владельцам участков, на которых с амброзией не борются. Однако это не отменяет предписаний и в любом случае сорняк придется искоренить. Как и любое растение, амброзия тоже хочет жить. И не просто жить, но еще и размножаться. Поэтому, когда мы ее скашиваем, вместо одного стебля, на котором был бы один цветок, будет 5-6 до 8 побегов, на которых тоже на каждом будет соцветие. И представляете, какое количество пыльцы и какое количество в конечном итоге семян даст это растение. Самый правильный способ борьбы с амброзией – это ее физическое уничтожение, то есть либо прополка, либо вырывание, либо обработка гербицидами сплошного действия. В настоящее время главы сельских округов совместно с представителями администрации проверили 142 участка. Из них выявлен 61, где произрастает амброзия. Уничтожено более 38 тысяч квадратных метров очагов сорняка. И к другим темам. На курорте продолжается фестивальная пора. На следующей неделе в Анапе пройдет ряд культурных мероприятий, среди которых фестивали, спектакли и выставки. 11 и 13 июля на Театральной площади состоятся очередные выступления участников ежегодного фестиваля детского творчества «Анапа. Республика детства». Начало концертных программ в 19 и 18.30 соответственно. 13 июля Краснодарский краевой театр «Кукол» представит спектакль для детей «Гуси-лебеди» на сцене городского театра. Начало показа в 20 часов. А 14 июля Театр «Кукол» покажет в Центре культуры Родина еще одну постановку «Три поросенка». Начало также в 20.00. С 11 июля по 21 августа в выставочном зале городского театра будет проходить международная выставка изобретений, воссозданных по чертежам великого Леонардо да Винчи. Справки по телефону 56742. 16 и 17 июля любители животных приглашаются в Центр культуры Родина на международную выставку племенных кошек «Южная звезда». Всех желающих ждут с 10 до 19 часов. Внимание! Экстренное предупреждение! По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 8 июля местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды. Существует вероятность образования смерчи над Черным морем. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защита населения предупреждает соблюдать меры личной безопасности. Необходимо усилить контроль за детьми и пожилыми людьми. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.